На некогда остановившейся фабрике НИМ снова закипела работа, но на этот раз интеллектуального характера. Несколько молодых специалистов-студентов программы «Новые лидеры территориального развития» и управляющая компания фабрики организовали круглый стол, посвященный вопросу, может ли Иванова по-новому взглянуть на свой текстильный потенциал. Группа НЛТР образована совершенно недавно. Это объединение двух институтов. Это Московская архитектурная школа и Российская академия народного хозяйства и государственные службы при президенте Российской Федерации. Они запустили такую, они объединились и запустили определенную программу, которая готовит специалистов, которые как и проектируют территорию, и которые знают, как ее потом в будущем управлять. Участники встречи, молодые художники, дизайнеры, преподаватели профильных вузов пытались понять, что необходимо нашему городу, чтобы выйти на новый уровень в использовании традиций текстильной промышленности. Как остановить отток молодых профессионалов из региона? Как показывает практика, ну, по крайней мере, мы сейчас анализируем Иваново, очень много людей не общается друг с другом, и то есть, действительно, как только начинается что-то загораться, и вроде бы, почему мы раньше с тобой не поговорили, и мы здесь можем объединиться и приложить совместные усилия для создания новых проектов, конечно же, везде нужна финансовая поддержка. Вот именно сейчас мы рассматриваем, какие же все-таки поддержки мы можем попасть, потому что сейчас в условиях нынешней экономической ситуации вышел закон об импортозамещении, то есть выделяются сейчас дополнительные гранты на развитие текстильной и легкой промышленности. Одной из главных задач этой программы является создание творческой среды, где можно будет заниматься не только профессиональным развитием, но и комфортно общаться и обмениваться опытом. Мы хотим, чтобы здесь произошел импульс, некая точка притяжения инициатив творческих, бизнеса и всего такого, всего сильного, что у нас есть в городе, чтобы это была некая точка синергии, потому что мы чувствуем, что у Иваново много сильных сторон, и все сидят местечко в разных местах, и самое главное, что надо просто говорить, объединяться и делать. И как раз есть площадка, есть движение, есть понимание, как это сделать. Вопрос действительно актуальный, это было заметно по активному включению гостей в диалог. Наш город-регион имеет все шансы на активное включение международной мир моды, выход на внутренний рынок с новой продукцией, но пока этого не происходит. Основной текстильный продукт области – домашний текстиль. Рынок, он жестокий сейчас, он не любит творчество, он любит повторы, он любит массовые заказы и прочее, и прочее. Творить здесь негде. Поэтому, может быть, даже можно материально все решить, зарплату там и так далее сделать, но сложнее сделать вот эту свободу настоящего творчества. Если бы это нам удалось, поскольку у нас больше, чем в любом другом городе России, и может быть, даже мира потенциал, мы бы явно были победителями. Вопросов пока много, но, по крайней мере, одну важную проблему – недостаток общения – организаторы круглого стола начали решать. Александр Руденко, Денис Денисов, РТВ Иваново.